Анатолий Николаевич Хрулев, российский военачальник, командующий 58-й армией, генерал-лейтенант, биография, 1976 год, окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, 1989 год, окончил Военную академию бронетанковых войск, 2003 год, окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, до 2006 года, заместитель командующего на войсками Северо-Кавказского военного округа, с 4 апреля 2006 года по 4 мая 2010 года, командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа, покинул пост по достижении предельного возраста, в мае 2015 года, назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, ранение в ходе войны в Южной Осетии, 9 августа 2008 года был тяжело ранен и госпитализирован во Владикавказ, замначальника Генштаба ВС России генерал Анатолия Наговицына сообщил следующее, Армейская колонна, во главе которой находился генерал Хрулев, подверглась артиллерийскому обстрелу с грузинской стороны, командующий армией получил осколочные ранения и был госпитализирован во Владикавказ, по другой версии, армейская колонна, в которой передвигался Хрулев, была разгромлена отрядом спецназа ВС Грузии. Спецкор газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, ставший свидетелем боя, пишет, мы ехали в Цхинвале на БТРЕ командующего 58-й армии в колонии с 30 боевых машин, вдруг я увидел у подбитого танка двух грузин, потом пригляделся, за каждым столбом грузины с автоматами, пулеметами, сказал сидящему рядом бойцу. Грузины, он истошно закричал, грузины, колонна остановилась, к машинам, крикнул командующий, мы подбежали к БТРУ, но тут началась пальба и ЭЛТ и КТ, колонна стала разъезжаться в разные стороны, растянувшись километра на полтора, мы решили бежать в обратную сторону за отъезжавшим БТРУ, в сторону от города, впереди бежал генерал. Во время этого боя были также ранены члены съемочной группы, генералы-журналисты были доставлены в военный госпиталь Владикавказа и прооперированы, наградой, орден за заслуги перед Отечеством, третьей степени с мечами, орден за заслуги перед Отечеством, четвертой степени с мечами, орден мужества, орден почета, медаль ордена за заслуги перед Отечеством, второй степени с мечами, другие медали.